казалось бы машина только что была новой а ей уже три с половиной года и пробег уже 52 с половиной тысячи неделю назад на левом заднем колесе появилась вибрация при торможении удары вплоть до легкого подклинивания первая мысль конечно же была что отвалилась накладка однако вскрытие показала что с накладками все нормально а закис один из поршеньков тормозного цилиндра сейчас мы его и поменяем ключиком на 12 откручиваем болтик крепления барабана если вы не пренебрегали периодической очисткой и смазкой посадочного то барабан у вас снимется от руки в противном случае могут быть варианты полностью закис и не шевелится задний цилиндрик здесь даже резинка почему-то немножко слезла вообще никакой подвижности передней немножко ходит снимаем два солдатика которые удерживают колодки а потом при помощи рычага уперев его во фланец полуоси отжимаем колодку и сдвигаем ее так я делаю потому что не хочу снимать пружины тормозной цилиндр крепится к щитку двумя болтиками на 10 размер гайки тормозной трубки тоже 10 размер гайки штуцера зависимости от производителя может быть или 8 или 9 или тоже 10 чистим здесь сейчас все щеткой и смазываем чем-то проникающим первым делом надо открутить тормозную трубку можно воспользоваться обычным рожковым ключом но при этом очень велика вероятность что грани вы там слижете лучше воспользоваться специальным ключом для тормозных систем или какие-то вот такие старые ключи в том числе многочисленные кооперативные подделки из начала двухтысячных или воспользоваться более современным таким ключом так но легкими ударами пробуем сорвать гайку стронулась после того как открутим гайку из тормозной трубки начнет потихонечку вытекать тормозная жидкость трубку удобнее всего заглушить этим резиновым колпачком который надевается на прокачанный штуцер аккуратненько отводим трубку и глушим ее этой резиночкой вот так вот надеваем колпачок прямо на тормозную трубку ну и также сначала легко постукивая срывая откручиваем эти два болтика на 10 которые крепят тормозной цилиндр к тормозному щиту ну вот и он больной зуб так что мы тут видим почему-то следовала резинка почему-то слезла резинка здесь все здесь все наглухо ржавое цилиндрик вообще не шевелится с противоположной стороны но с противоположной стороны подвижность есть берем новый тормозной цилиндрик и устанавливаем на место снятого резьбы болтиков которыми он крепится лучше смазать какой-нибудь нормальной смазкой отворачиваем пропускной штуцер и ждем пока из него не начнет капать тормозная жидкость когда это произойдет можно будет попросить кого-нибудь вам помочь и несколько раз прокачать контур чтобы выгнать остатки воздуха и из тормозного цилиндра вот жидкость пошла по большому счету этого практически достаточно если вы где-то поломались в поле можно этим ограничиться но дома потом конечно же прокачать нормально теперь надо поставить назад вот эти солдатики как видите паршинки сейчас утоплены колодки до них не достают когда потом накинем тормозной барабан пару раз нажмем на педаль цилиндрики выдвинуться потом прокачаем ну здесь достаточно наверно раза два три контур качнуть потом наверное я бы секунд 30 поводавил сильно на педаль потом еще раз снял тормозной барабан чтобы убедиться что что наш новый установленный тормозной цилиндр и не течет вероятность такую исключать нельзя потому что ну запчасти сейчас они такие и на этом работу можно считать законченный ездим дальше вот ведь как я и подозревал как я и подозревал течет абсолютно новый тормозной цилиндрик течет хорошо что я купил два не факт что второй будет лучше второй оказался рабочим можно сказать повезло что было с этим как так получилось что так где он потек вот вот эта часть как так получилось что он течет я думаю я разберу и посмотрю что там но скорее всего и при сборке манжету как-то криво поставили закусила и и порвала миле сама манжета была бракованная что сам цилиндр с раковиной или поршень окну может быть конечно но маловероятно такие дела